Сегодняшний разговор будет посвящен азербайджанской этимологии, которой нет. Вернее, она как бы есть, но в то же время ее нет. На самом деле язык любого народа – это и история, это и культура, это прошлое народа, его корни. Именно в языке таятся те самые тайны, о которых порой принято умалчивать, когда кто-то не празднует свою историю, так как знают, что стоит открыть рот, и родной язык выдаст секреты далекого прошлого. Даже если будете говорить о жаворонках, ваш язык автоматически подскажет собеседнику о вашем прошлом, о вашей родине, где жаворонки не летали и овцы через раз катились. О славном кочевом прошлом азербайджанцев говорит и азербайджанский язык, в этимологии которого нет огромной массы слов быта, пищи и государствообразующих терминов. Например, тогда, когда азербайджанцы говорят «строить дом», произносят «эфтикмяк», что в дословном переводе «шить», «шивать дом». Почему, когда оседлые народы строят дом, в азербайджанском языке дома шьют? Подсказка сама явилась. Юрты кочевников не строились из камня, а обшивались войлоком и шкурами животных. Оттого в азербайджанском языке до сих пор дома шьют, хоть они у них давно уже из камня. Причем, что дом, что штаны одинаково шьют. Нет разницы в «эфтикмяк» строить дом или «шалвартикмяк» – «шить штаны». Кстати, «шалвар» – слово индоевропейского происхождения. Можете сравнить персидское или армянское диалектическое «шалвар» с славянским «шаровары». Да, и еще, в азербайджанском языке и строителей никогда не было. Ну, не будут же они называть вышивальщиков юрт портными или вышивальщиками. Хоть дома они ищут, не строят, зато слово «строитель» взят уже с арабского языка. От арабского корня «иншаат» – «строитель». А откуда, собственно, слову-то быть? Ведь архитектура, строительство – это же наука. А наукой кочевые племена не занимались, поэтому и слово в азербайджанском языке арабское – «эльм» от арабского «алем» – «в зависимости от говора». Впрочем, и политикой тоже не занимались. Политика их настигла уже будучи в Передней Азии. Оттого в азербайджанском языке «политика» будет значиться арабским словом «сиасет». А там, где политика, там и государство, родина, нация. Имеются ли эти слова в азербайджанском языке? Давайте рассмотрим. Если мы будем рассматривать, то поймем, что их тоже нет. Зачем надо было применять эти слова, когда не было у них ни государства, ни родины, ни нации? Все это появилось позже, потому и термины переняты. Государство называют арабским словом «дэвляд», это и означает «государство». Нацию называют тем же арабским «милляд», а родину и вовсе называют хоть и на тюркский манер, но с подсказкой на то, где поставлена юрта, в которой родился малыш. Так родина в азербайджанском будет «анайурду», что в дословном переводе «материнская юрта». Именно так звучит в азербайджанском языке слово «родина». Ну, а вообще, еще в качестве родины применяют арабское слово «ватан». Так что, сами того не сознавая, наши восточные соседи даже в языке завуалировали термин «родина». Про армию так и вовсе говорить не приходится. Явная подсказка на то, что предки азербайджанцев вспомнили татаро-монгольское прошлое, так сказать, золотую орду. Оттого и армию называют по-азербайджански орду. Только в этих орду, если и есть или были герои, то и герои – гераман персидского происхождения, словечко. А значит, и не было, раз некого было на исконном азербайджанском, тюркском их таковыми называть. Из всего этого перечисленного мы получаем, шили юрты «Эфтитмяк», жили и рождались в юртах «Ана-юрду» и вместе с армией чингизидов «Ордой Орду» постепенно перебирались в Персию и Малую Азию, где ознакомились с арабскими и персидскими наукой – ален, эльм, политикой – сиасет, оседлым образом жизни или оседлым государствообразующими народами – дэвляд и милляд. Да что там государство и политика? Само слово «независимость» – мистаклик от арабского «истикляль». Любопытно, что азербайджанский язык не имеет своего термина «независимость», зато имеет свой исконный термин «зависимость» – осылык. Конечно же, от этих оседлых народов тюрки познали не только государственные устройства, но и искусство, культуру, литературу, книгу, учителей, в конце концов, школы. Оттого и не было в азербайджанском, тюркском языке всех этих слов. Искусство переняли от арабского «санет» и такие слова, как «адабиэт» – литература, «китаб» – книга, «дафтар» – тетрадь, «муалим» – учитель, «аалим» – ученый, «мактаб» – школа и так далее. Так как в арабском языке все эти слова давно были, все они там и учились, и занимались наукой, писали книги, и писали в тетрадках. То есть арабы уже этим всем занимались, а тюрки только этому всего научались, одних же. Образование пошло благодаря тому, что познакомились с арабской вязью. Получается, во времена так называемой азеро-тюркской джагилии не было ни письма, ни школ, ни науки. Сплошные пастбища, юрты и набеги на оседлых народов, у которых все это водилось. От «санет» – искусство до «адабиэт» – литература. Кстати, знают ли наши восточные соседи, что арабское слово «адабиэт» – литература – это не просто слово, которое они применяют, называя литературу литературой, но и имеет под собой довольно-таки такой глубокий смысл. Корень этого термина – адаб, что по-арабски – вежливость, хорошее воспитание. Так что это не просто адабиэт, это еще и адаб, это на заметку. Вот и стали в этих мектабах школах изучать дисциплины, которые тоже арабского происхождения. Например, «Тарих» – история, «Джабр» – алгебра и так далее. Вместе со всем этим к тюркским кочевникам открылась и новая кухня у тюркских кочевников. Стали познаваться многие овощи, фрукты, одомашненные животные. Ведь до этого кочевники могли лакомиться только тем, что сопровождает их в кочевьях. Это лошади, овцы, коровы. Оттого и название этих животных имеют исключительно родные тюркские корни. Ад – лошадь, гоюн – баран, имяк – корова. Это тюркские исключительно слова. А вот уже животные оседлых народов – куры, петухи, утки – азербайджанцы величают персидскими названиями. Тойух – курица, джуджэ – цыпленок, хорус – петух, эрдек – утка. Та же проблема и с продуктами питания. Те продукты, что были им известны со времен кочевья – мясо, молоко, масло, жир. Азербайджанцы имеют в лексиконе эти слова. Эт, сют, ях. Зато с овощами и природой проблема. Последнюю природу называют арабским словом кавиат, а овощи – персидскими и русскими словами, так как с этими овощами они ознакомились в персидских и российских империях, аккурат как осели. Огурец стал называться персидским хьяр, помидор – русским помидор. Понятно, что этимология французская, но в азербайджанске он проник из русского. Лук тоже из персидского сухан, картофель из русского картоф, капуста из персидского каля. Азербайджанцы любят говорить, что всю персию держали в руках. Только такой вот уникальный случай в истории деспотизма получился. Обратите внимание, деспоты переняли язык, культуру, искусство, поэзию, письмо своих рабов. Тогда как сами всего этого не умели. Попробуйте найти на карте мира колонии, которые повлияли на государственность митрополии. Обычно происходит наоборот. К примеру, Индия 200 лет была колонией Англии. Результат. Индийцы сейчас говорят по-английски и носят костюмы смокинги. То же и с Африкой, говорящей по-французски, Мексикой, говорящей по-испански. Но уникальность Азербайджана в том, что она захватила якобы всю персию, назвалась белобаранной и заговорила на тюрко-персо-арабском языке. Причем, обратите внимание, на азербайджанском языке только примитивные предметы и существительные звучат исключительно на родном тюркском. Все остальные слова, из которых складываются цивилизованность, общество, страны, нации, либо персидские, либо арабские. Домашнее задание кибероскярам, которые нас смотрят сейчас. Попробуйте сделать аналогичный материал с армянским языком. Не получится. Армянский язык один из тех древнеписьменных языков, который сохранил в себе 90% исконно армянских слов. Это очень много. И овощи, фрукты, научные дисциплины, культурологические, искусствоведческие. Вся эта терминология имеет армянское происхождение в армянском языке, конечно. Попытайтесь оспорить, не прибегая к диалектам армянского языка, где иной раз можно действительно найти слова персидского или тюркского происхождения. Это ряд там сел. И вот еще что. Юмор да и только. Азербайджан настолько запутался в своей истории, что и я сам в ней запутался. По диплому я индолог. По иронии судьбы, из-за антитопора стал еще и тюркологом. Но занимаясь тюркологией азербайджанской, меня постоянно штормит то в иронистику, то там непонятно еще в какую-то там симметологию. Азербайджанская наука называет себя потомками албанов. А албаны это кавказоязычный народ. Я вот что подумал, не ровен час, когда мне придется стать еще и кавказоведом. Вот оно чудо азербайджанской истории. Займешься ею и востоковедом-универсалом станешь. Займешься ею и востоковедом-универсалом станешь. Займешься ею и востоковедом-универсалом станешь.